Товарищи 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 Мусор Николай Владимирович Вы Осquarters Красиво А сделали Дshaw К Э Батареи Батареи к бою. Батареи к бою готовы. Короткими волнами пли. Ну, теперь можно и отдохнуть как следует. Эх, нам бы еще топор и пилу. Позвольте, а зачем вам нужны топор и пила? Рубить и пилить. Это на колья. Это на дрова. Это на рогатины. Это на перекладины. Это на удочку. Это на дудочку. Это на всякий случай. Это про запас. А это толстое дерево. Зачем? Нам дерево не надо. Нам пенек нужен. Это у нас стол будет. Да, хорошо, что у вас нет топора или пилы. Представляю, что бы вы натворили. Николай Владимирович, посмотрите, какое дерево. Ой, а сколько здесь надписей. Ой, Боря плюс Оля равняется любовь. Здесь были Семенов. Душа поет от этой красоты. Боря плюс Оля равняется... Это мы уже читали. Давай ножик. А перочиный ножик зачем вам? Тоже распишемся. Мы здесь были. Да. Мы славно отдохнули тут. Здесь птицы больше не поют. Трава здесь больше не растет. Знакомы нам обычаи. Мы помним о приличиях Мы знаем, как ходить в поход Знакомы нам обычаи Мы помним о приличиях Мы знаем, как ходить в поход Плохую память Вы оставили о себе в лесу Николай Владимирович, ну не надо нас так осуждать Я думаю, все ребята давно догадались Что весь наш поход это просто шутка И давайте напомним таким горе-туристам Правила поведения в походе В походе голову не вешай Но не вопи в лесу, как леший Включая радио в тиши Лесных зверей не оглуши Спеша себя увековечить Не нужно дерево калечить На отдыхе мешать не надо Тому, кто отдыхает рядом Помни, турист, заруби на носу Будь человеком даже в лесу Брис радионяни Друзья мои, хочу вас обрадовать В наше бюро по рационализации и изобретательству Пришло очень много писем Давайте попросим нашего научного консультанта Леона Измайлова Рассказать о том, что пишут ребята Я начну с письма несколько необычного Прислал его Поляков Юра Из Новокузнецка Давайте я его прочитаю Дорогая радионяня Долго не решался задать вам один вопрос Почему нельзя одной рукой водить по животу А другой рукой в это же время хлопать себя по голове Ну-ка, сейчас проверим Нельзя Ну-ка Вот, получается Получается Можно Ну вот, видите, оказывается, можно координировать разные простые движения А при тренировке и более сложные Вот, например, барабанщик Он одной рукой один ритм отстукивает А другой в два раза быстрее Хотите послушать? А где же этот барабанщик? Его же здесь нет Но зато здесь есть радиоволшебник Николай Владимирович Можно устроить барабанщика? Ну что ж, попробуем Кри-бле-кра-бле-бумс Друзья мои, мы, кажется, немного отвлеклись Давайте вернемся к нашему Бризу Насколько мне помнится, мы в прошлый раз спросили ребят придумать проекты, облегчающие домашний труд И ребята справились И ребята справились Мы поставили перед ними точную задачу и сразу получили уйму предложений Чего только они не предлагают Вот посмотрите, что пишет Шорича у Марина из Москвы Она предлагает в тряпку для мытья пола положить маленькую заводную машинку, чтобы тряпка могла ездить по полу и мыть его Вот смешно! Я один раз собаку накрыл пиджаком и как будто пиджак по полу сам ползал Ну, при чем тут твой пиджак? Марина о маме беспокоится, а ты пиджак Друзья мои, вы лучше посмотрите, что предложил Олег Листопад из Запорожья Я предлагаю, пишет Олег, делать всю мебель на колесиках Когда убираешь комнату, то шкаф или стол легко отодвинуть По-моему, очень хорошее предложение Правильно, а гости пришли, все в одну сторону перекатил и танцы можно устроить А еще можно на столе покататься Зачем? Зачем кататься? А чтоб как на самокате и удобно и скорее по комнате передвигаешься Ну нет, друзья мои, я думаю, что это для того, чтобы скорее сломать стол Да-да-да-да-да, ребята придумывают полезные вещи, а у вас одни забавы в голове Ну, возраст такой И еще одно письмо из города Волынска от Соколовой Тани Она пишет Я хочу из старинного самовара сделать робота А мама не разрешает Мама говорит, ты руки порежешь, измажешься Вот скажите ей что-нибудь по радио, я буду очень ждать Вот такое письмо Ну, что мы скажем? Скажем, что если измажешься, то это не беда, ничего страшного в этом нет, можно вымыться Если старинный самовар разломаешь, это хуже А если порежешься, это совсем плохо А если этого ничего не будет, то в остальном мама наверняка разрешит заниматься техникой Тем более, что проекты, которые ребята нам присылают, действительно могут облегчить мамин труд Вот и все Присылайте, пожалуйста, ребята, все свои задумки Наш адрес Москва, радионяня Чтобы шум автомобиля не тревожил белый свет Я на радость населению изобрел велосипед Да-да, который всем знаком Обыкновенный со звонком Обыкновенный со звонком Да-да, который всем знаком Обыкновенный со звонком Обыкновенный со звонком Нажимаю на педали, устаю и отстаю И хочу внести поправку в эту выдумку свою Она удобна топоры, когда не в гору, а с горы Когда не в гору, а с горы Она удобна топоры, когда не в гору, а с горы Когда не в гору, а с горы И теперь к велосипеду, чтоб летел во весь опор Я приделаю рессоры и придумаю мотор Потом сиденье для гостей, потом коробку скоростей Потом коробку скоростей Потом сиденье для гостей, потом коробку скоростей А потом свою машину, если примут, дам в утиль Получу за это деньги и куплю автомобиль Да-да, который всем знаком, который мчится с ветерком Да-да, который всем знаком, который мчится с ветерком В гостях у радионяни писатель Марк Розовский О диспутах не надо дискутировать Диспуты — это прекрасно, тут не может быть разных мнений Но вот недавно я присутствовал на одном диспуте в одной школе И, в общем, выяснилось, что не все диспуты — это прекрасно Отсюда и родился этот рассказ, вернее, это пародия на некий школьный диспут Тема которого была чрезвычайно спорная Сколько будет дважды два? Ну, сначала все молчали, никому не хотелось начинать Потом на сцену вышел мальчик по имени Вася По фамилии Трипаченков из седьмого класса А и стал говорить так быстро, что если бы он говорил медленно То это было бы вдвое быстрее, чем то, когда мы говорим с вами в шестнадцать раз быстрее обычного Он сказал Товарищи, я, собственно, не хотел выступать Но тут товарищи так долго не хотели выступать, что я невольно захотел выступить Хотя выступать не хотел Я, товарищи, на всех диспутах, на которые прихожу, всегда выступаю И не выступаю только на тех диспутах, на которые я не прихожу Я, товарищи, много говорить не буду Потому что если я буду говорить много, то другим после меня просто нечего будет говорить. Поэтому я лучше скажу мало, хотя я выступать не хотел. Но сказать мало, товарищи, это все равно, что ничего не сказать. А мне много есть чего сказать. Ведь если нечего сказать, то лучше не говорить. Но не говорить, это все равно, что молчать. А молчать в наше время нельзя. Потому что надо говорить, 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 говорить о том и о всем, о чем вообще-то можно было и не говорить. Вот, собственно, и все, товарищи, что я вам хотел сказать, потому что захотел выступить, хотя выступать не хотел. Потом на трибуне появился Коля Самокопаев. Парень с лицом не то слишком задумчивым, не то умным, но слишком. Он говорил медленно и в нос, словно боксер после нокаута. Бывало, придешь с улицы домой, пообедаешь, приляжешь на диван и думаешь, думаешь, думаешь. О чем? А так, ни о чем. О себе, то есть. Думаешь, думаешь, думаешь. Сколько будет дважды два, три, пять, семь часов. Думаешь, думаешь, думаешь. И вдруг откуда-то из темноты, из черной бездны ночи возникает чудовищный вопрос. Ну, кто я такой? Кто? И от этой мысли вдруг становится так как-то сразу светло-светло в комнате, так весело и радостно на душе, что хочется петь, плясать, мечтать, играть, танцевать и всю жизнь лежать на диване. Среди выступавших на школьном диспуте была также девчонка по фамилии Джульеткина, которая, несмотря на то, что была без очков, помнится, говорила очень серьезные вещи. Мы, школьники, очень любим всякие диспуты, потому что у нас очень много неразрешенных вопросов. Например, может ли девочка потерять гордость и полюбить мальчика первая, или она всегда должна не терять гордость и любить вторая? Этот вопрос у нас неразрешенный, его наш завуч не разрешает. А что тут разрешать? Очень просто. Если мальчик старше 16 лет, а девочка еще не доросла, он может полюбить, а ей стыдно. А если, наоборот, девочка доросла, а мальчик еще не дорос, то тут с его стороны никакой такой любви быть не может, а с ее стороны может быть только дружба. Что касается вопроса, сколько будет дважды два, то я этого не знаю, мы про это в школе еще не проходили. Что? Зачем тогда пришли на диспут? Она, мучительница, сказала, кто сегодня на диспут придет, того завтра на уроке спрашивать не будут. Ну, и, наконец, на диспуте выступил старшеклассник по фамилии Сократко, не то второгодник, имевший вид отличника, не то отличник, имевший вид второгодника. Он провозгласил. Друзья мои, дорогие друзья, мы живем в эпоху покорения космического пространства, атома, счетно-электронных машин, поэтому вопрос о том, сколько будет дважды два, это один из самых острых, самых жгучих, самых волнующих вопросов современности. Мне лично все ясно, все понятно. Как дважды два. Волга впадает в Каспийское море. Лошади, товарищи, едят овес. Земля имеет форму шара. Куда не пойдешь, всюду счастье найдешь. Слышите, всюду. Ну, вот так. А вообще, диспуты, это прекрасно. Тут не может быть разных мнений. Смешные случаи на уроках Дорогие ребята, мы очень любим читать ваши письма. Особенно те, в которых вы сообщаете о смешных случаях на уроках. И читая их в редакции, мы смеемся не меньше вас. Вот, например, такой случай. Учитель спрашивает, как размножаются бактерии? Ученик отвечает, они размножаются при помощи пчел. Об этом написал нам Сережа Зингер из села Ключевки Оренбургской области. Наташа Кокарева из Железногорска пишет, учительница русского языка попросила написать сочинение о школе. На следующий день она вызвала к доске второгодника и попросила прочитать свое сочинение. Он застеснялся и говорит, а я, я стихи написал. Сам? Сам. Ну, читай. О, школа, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я? А вот Вова Лопухина из Сыктывкара написал, что когда на уроке учитель спросил, для чего человеку череп, один мальчик встал и сказал, ну, это чтобы голова не была мягкой. А другой добавил, чтобы ум не повредить. А теперь несколько коротких вопросов и ответов. Скажи, кто из вредителей портит деревья? Гусеницы и мальчишки. Где добывают песок? Песочницы? Что сделал Магеллан? Магеллан обколесил весь глобус. Что такое микробы? Это такие маленькие зверьки, которые делают болезни. Где живут журавли? В небе. Какие водятся в тундре звери? Меховые. Дорогие ребята, мы ждем от вас писем с новыми веселыми случаями. Начинаем веселый урок. Минуточку, Николай Владимирович. Вы же обещали, что летом никаких уроков не будет. А это будет не урок. Нет. Это будут практические занятия по ботанике. Поэт Сергей Вольф советует заниматься ботаникой именно летом. И композитор Николай Песков с ним совершенно согласен. Мы пополем, мы пополем, мы пополем С портфелями, с портфелями, с портфелями Идем, идем к развесистому тополю С учебными практическими целями Как славно сидя на суку Учить ботанику Как славно сидя на суку Учить ботанику Когда наш класс среди ветвей устроится И материал воспринимать настроится Учительница Вера Алексеевна Расскажет нам, чем Оля тут засеяна Как славно сидя на суку Учить ботанику Как славно сидя на суку Учить ботанику В густой листве Совсем не зря засели мы Листок живой нам нужен для занятия О важной роли хлорофилов зелени Мы раньше не имели и понятия Как славно сидя на суку Учить ботанику Как славно сидя на суку Учить ботанику Когда же полевые колокольчики Все зазвенят и наш урок закончится Конечно же нам всем не на вот столичка Совсем слезать на землю не захочется Как славно сидя на суку Учить ботанику 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 Учить ботанику Веселый урок окончен Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно А как добиться этого Пока что неизвестно Быть может вы подскажете Как верные друзья Ведь это только в школе Подсказывать нельзя Радионяня, радионяня Есть такая передача Радионяня, радионяня У нее одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки Подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем трулятам Было веселей Чтоб всем ребятам, всем трулятам Было веселей Радионяня, радионяня Есть такая передача Радионяня, радионяня У нее одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки Подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем трулятам Было веселей Чтоб всем ребятам, всем трубятам было веселей